Долгожданная премьера спектакля «Не все коту масленица» Русского народного драматического театра «Эксперимент» стала настоящим аншлагом. Пока зрители занимались свои места в зале, за кулисами завершались последние приготовления. Артисты с волнением ожидали выхода на сцену. Воздух был накален до предела. Еще бы, ведь это премьера спектакля, а она самая волнительная. Было желание попробовать себя опять на сцене, потому что в чем-то все равно, как это говорится, побывавшая на сцене, она все равно тихонечко так или иначе тянет. Вы долго шли вот к этому, к сегодняшней премьере? Да, достаточно долго. Мы очень много репетировали. Конечно, мне кажется, что вот отличительная особенность именно нашего сегодняшнего вот такого... Я все свои небольшие годы мечтала об этом, чтобы выйти на сцену и сыграть спектакль, сыграть классику. И я безмерно счастлива. Ну а судить об итогах зрителю, конечно же. Но будем надеяться, что ему понравится. Безмерный плед. Безмерный плед. Безмерный плед. Да вот что через два, да через два. Умрет? Не два жмотых, не два жмотых. Мы растеявно. И останешься ты, молодой, домой, да с большими деньгами, да на полу месяца, баба, красота. Чего еще лучше? Ну уж это ты врешь, может сама раньше помрешь. Театральная жизнь за годы своего существования в нашем городе пережила немало падений и подъемов. К сожалению, после последнего спада в 1994 году русский драматический театр прекратил свое существование. Мастер сцены Вячеслав Колесников, который в прошлом и сам работал над спектаклями, и как актер, и как режиссер, сегодня сумел объединить единомышленников и творческих личностей для того, чтобы вновь возродить русский драматический театр-эксперимент. И вернуть ему былую славу. Сегодня круг театральных любителей сменился, да, пришли другие люди совсем, молодежь пришла, которая хочет увидеть театр. Осталась вот эта пьеса, не все, коту Масленца-Островского. Я подумал, что вообще, чтобы создать творческий коллектив, нормальный действующий театр, надо всегда начинать с классики. Можно поставить выдавиль, можно поставить комедию. Это сложный жанр. Тот, кто может поставить комедию, всегда поставит и драму, и трагедию. Поэтому начинать с классики. Трудный спектакль. Его нельзя назвать таким вот легким, какие-то простые бехотные формы. А вот придя вот в эту форму, когда самодеятельный артист пропускает это через себя, это очень большой задел прочности. Поэтому вот мы такой вот спектакль показали. Наверное, есть некоторые вещи, которые для критиков, для профессионалов, работающих в театральной сфере, они еще будут предметом для обсуждения. Наверное. Но театр всегда экспериментирует. Вот мы эксперимент, которые начали свой эксперимент, я думаю, что мы на этом не остановимся. Чистополь на протяжении нескольких десятилетий являлся театральным городом. В годы Великой Отечественной войны волею судьбы в нашем городе нашел временный приют даже Ленинградский областной драматический театр. В послевоенное время в театральную жизнь Чистополь влелись местные творческие коллективы. Во все времена ради своих благодарных зрителей артисты играли на сцене, вкладывая всю свою душу в каждую постановку. И этот спектакль не стал исключением. Я оставлю эти деньги у вас на один час. Поохраняйте. А мои ли? Хозяйские ли? Да вам разница, а? Да вам разница. Не возьму. С тобой еще в беду попадешь. Не возьму. Да нет, что у меня духу хватит. Вам не приятности сделать, а? Дарите на землю. Ну, похраняйте. Ты что придумал? Не возьму. Не понимаете вы меня? Ну, не понимаете. Когда меня спрашивают о том, как вот вы считаете, у вас спектакль получился, вот вы знаете, до меня, как до режиссера, до профессионального режиссера, мне, наверное, интересен сам по себе репетационный процесс и процесс подготовки, те задачи, которые ставят. А когда спектакль уже пошел, называется, на публику, режиссерская работа на этом закончилась, он становится зрителем. Я считаю, что спектакль получился. Беспреданница, пьеса про любовь, а эта тема, без сомнений, актуальна во все времена. Сочувствовать же актерам или нет, этот выбор остается исключительно за зрителями. Все же лучшие критики – это именно они. Сама атмосфера очень интересная. Меня всегда классика интересовала, и то, что постановка по классике, это очень замечательно. Но я думаю, что, так скажем, возрождение Чистопольского театра, оно проходит очень удачно, год культуры, поэтому я думаю, что все замечательно. Я очень доволен, что у нас, наконец, в Чистополе появился свой театр. Чистопольского театра ждали. Я посмотрел, и я очень доволен, как бы получаешь очень хороший заряд такой энергии, того позитива. То, что видишь на телевидении, конечно, все по-другому. Когда артисты играют, видишь их эмоции на лицах, и эти эмоции, наверное, передаются тебе. Пришли, можно сказать, за последние, наверное, 15 лет первый раз, ну, понравилось. Интересно очень, вживую. Давно такого не испытывал, не встречалось. Мне вообще, как историку, вот эта аура 19 века всегда очень нравится, потому что 19 век, он особенный. Ну, Островский – это беспреданница, и очень много идет аналогий, похожих, таких параллелей. Интересно. Ну, видеть в Чистополе – это радость, счастье, удовольствие, душевное, наконец, такое наслаждение. Ну, благодарность большая, очень, конечно. В дальнейшем будете посещать? Конечно. Если бы это было бы каждую неделю, я ходила бы каждую неделю. Не случайно говорят, что каждый, кто соприкоснулся с миром театра, не только запомнит это волшебное время, оно пленит его навсегда. Как пленила поклонников творчества Русского народного драматического театра «Эксперимент». Его спектакли будут продолжаться, так что следите за афишами. Он бывало. Не суй, Маланька, но с ним свой огород. Не суй. А я сунула. Я не суй и сунула. Не виновата ли я? 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 Не виновата